Всем привет! Видео будет больше для девочек. Расскажу про скрининг. Не совсем утешительные результаты. Сейчас у меня 21 неделя. Делали второй скрининг. Смотрели по УЗИ ребеночка, его сердце. По развитию ребенка, по УЗИ сердца все в порядке. Никаких отклонений не нашли. Все соответствует норме. Но у меня обнаружили короткую шейку матки. Соответственно, есть риск преждевременных родов. Пока решили следить за состоянием. Через неделю запишемся еще на УЗИ в БИСК. Будут смотреть динамику. Если будет хуже, уже, скорее всего, придется делать какие-то вмешательства. Я знаю, что ставят кольцо пластиковое, либо подшивают, чего я очень боюсь. Пока прописали гормон, который может влиять на состояние шейки до 34 недели. Пока буду максимально стараться беречься, меньше двигаться, больше лежать. Но я сама по состоянию чувствую, что много двигаться я просто не могу. Я чуть-чуть и ложусь. У меня было так с предыдущей беременностью. Но там было, помимо шейки короткой, синфизит. Но я не знала об этом, что это был синфизит. Мне просто очень было тяжело ходить. Тяжело было переворачиваться с боку на бок. Так хрустели кости таза. Когда поехали на УЗЕ, обнаружилось тоже, что короткая шейка. Сказали, что срочно надо на сохранение. Мы решили съездить домой, собрать сумку для больницы. И уже ехать ложиться на сохранение. Приехали домой. Я все собрала. Звоню к нам в районный центр, где я стояла на учете. Говорю так и так. Как бы у меня результаты УЗЕ есть. Надо меня на сохранение класть. В тот момент больница в Биске была на профилактике. То есть не работала. Говорят, что только в Барнаул. Я уже обратно, получается, ехала лёжа. Потому что очень тяжело было ходить. И тем более выяснилось вот с этой шейкой, что короткая, что есть риск. Я по телефону объясняю, что результаты УЗЕ есть. То есть все показания для того, чтобы меня госпитализировать на сохранение. Я говорю, мы едем лёжа. Я еду лёжа. Мы подъедем. Я отправлю мужа с документами. Сделайте мне направление на Барнаул. Они говорят, нет, надо вас. А женская консультация на втором этаже. А мне было тяжело буквально уже там на пару лестенок подняться. По факту им меня уже в консультации смотреть не надо было. Да и нельзя в принципе ко мне лезть. Потому что любой осмотр мог спровоцировать преждевременные роды. Результаты УЗЕ есть. Все документы есть. Но сделайте вы выписку. Отправьте меня уже спокойно в больницу в Барнаул. Нет, они говорят, нет, никаких выписок мы делать не будем, если вы к нам не подниметесь. Потому что нам вас надо посмотреть. Что там можно было смотреть, я не понимаю. В итоге я просто отказалась ехать. И все оставшиеся два с половиной месяца я просто лежала дома. Потому что на тот момент, какое у меня было состояние, я чувствовала, понимала просто на подсознании. Что если я сейчас поеду, еще и поднимусь, еще меня посмотрят. Просто я точно рожу раньше времени. И самое лучшее решение на тот момент было лежать. Вот я лежала, кушала и ничего не делала. Ну, естественно, лежа как-то вот я еще отвечала на сообщения, принимала заказы. С детьми общалась. Ну, вот что я могла лежа делать, то и делала. В общем, я вылежала эту беременность. Каждую неделю считала, чтобы хотя бы там до 37 недель. В итоге я родила на 42-й. В принципе, 42 недели, как и первые две беременности. У меня все дети рождаются в 42 недели. Это как бы нормальный срок. И вообще по всем этим акушерским книгам 38-42 недели это норма. Я не знаю, почему, если в роддоме там уже 41-я неделя уже начинают стимулировать. И не ждут уже, говорят, что вы перехаживаете и все такое. А в итоге начинают стимулировать. И так как гормональный фон женщины еще не готов, ну, не пришло еще время. Еще там 3 дня, может, кому-то одна надо, кому-то 5, кому-то неделю. И все прошло бы так, как нужно. Начинают стимулировать раньше, раскрытие не идет. В итоге роженицу промучают и везут на экстренное кесарево. И это настолько часто происходит. Тоже я как-то слушала себя каждый раз. Естественно, мы с первой беременностью, ну, как бы 40 недель прошло. Уже пошла 41-я неделя. Мы пошли, сходили, сделали платные УЗИ. По УЗИ посмотрели, что все отлично. Ребенок чувствует себя хорошо, но просто еще не время. Я ждала, когда начнутся схватки. Мы уже со схватками ехали. Так как мы живем в деревне, вот первые две, первые двое родов я уезжала заранее к маме. Ждала схваток. Там близко просто роддом уже. И ехали уже со схватками в роддом. Последний раз мы в Исбийске у родственников. Меня муж отвез, и я там ждала родов. Заранее ложится мне тоже, сколько я хожу. Вот если я хожу по 42 недели, никто бы у меня в роддоме там не держал 2 недели. У меня в любом случае начали бы стимулировать. И как это закончилось бы тоже неизвестно. Поэтому будем смотреть. В этот раз выяснилось, что все раньше. С Ваней по УЗИ в 6,5 месяцев мне сказали. А сейчас у нас только 4,5 месяца. Только середина срока. И ходить еще долго. Будем всеми силами сохранять беременность. Просветили нам девочку. На первом УЗИ точно не говорили. Говорили, что скорее всего девочка. Ну, муж все надеялся. Может быть что-нибудь там вырастет. Я говорю, нет, уже не выросла. Уже точно там ничего не отрастет. Потому что на этом сроке смотрят видно хорошо. Поэтому будет у нас третья девочка. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok